Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Статья, которую сегодня озвучу, называется «Принципы выбора стартовой амплуальной стойки команды». Написана она сегодня, в среду 27 декабря 2017 года. Итак, начинаю. Об этом мы уже говорили, но не обсуждали сами принципы. Сегодня я хочу ликвидировать этот пробел и к вопросу об амплуальных стойках команды больше не возвращаться. Для новичков, для тех, кто только-только стал подписчиками и не понимает, что такое амплуальная стойка команды, скажу, что это так называемая тактическая схема. Наберите нужную фразу или слово в поисковой строке моего блога и получите всю необходимую информацию. Эта статья посвящена правильному выбору стартовой амплуальной стойки. Повторю в очередной раз. Вы не знаете, как будет проходить поединок. Будете вы атаковать или вас будут атаковать. А исходя из этого, ваша стартовая стойка должна быть универсальной. Какая же стартовая стойка является оптимальной, вне зависимости от уровня соперников в предстоящей игре? Давайте рассуждать. Вы выйдете на игру с двумя защитниками? Нет? Правильно. Так может сделать только сумасшедший. Следовательно, выходим на игру с минимально необходимым количеством защитников. И так выставляем трех защитников. Двух фланговых и одного центрального. Далее. Вы должны понимать, что для успешного исхода поединка вам нужен центр поля. Тот, кто владеет центром, владеет судьбой матча. Современный футбол в этом вопросе умеет считать только до четырех. Воспользуйтесь этой дремучестью и выставьте в центре пятерых футболистов. Такое количество, даже при неудовлетворительном уровне технической подготовки, обязательно даст результат. Остается два футболиста, которых мы откомандируем в нападение. А теперь обязательный комментарий инсайдерской зоны. Пять человек, которых я рекомендовал играть в полузащите, это не цепные псы, которые могут перемещаться только на длину цепи. Это многофункциональная структура и многосложная. Я уже писал об этом, но не вредно и повторить. Если соперник атакует, то вингеры сразу же опускаются на фланги. Центральный защитник сразу превращается в опорника, а фланговые защитники смыкаются в центре, становясь центральными защитниками. А вингеры, соответственно, становятся фланговыми защитниками. Оставшиеся три хаффбэка образуют первую линию обороны, встречающую соперника на расстоянии 15-17 метров от линии своей штрафной. И главная фишка обороны. Два, я имею ввиду главная фишка фазы обороны. Два нападающих всегда должны оставаться в центре поля, если вы, конечно, уважаете сами себя, а не признаетесь своей игрой в том, что являетесь мальчиками для битья. Два нападающих в центре поля – это гарантия проведения контратаки. Отсутствие нападающих в центре – это гарантированное отсутствие быстрой контратаки. Думаю, что здесь все понятно. При атаке вингеры мгновенно превращаются во фланговых нападающих, а остальные трое полузащитников становятся классическими инсайдами. При такой амплуальной структуре вам не страшен ни один соперник. Именно с такой амплуальной стойкой я вам рекомендую начинать любой матч. Подводя итоги сказанному, попробую озвучить принципы выбора стартовой амплуальной стойки. Первый принцип. В защите должно быть три защитника. В линии обороны должно быть три защитника. Второе. Полузащита должна иметь составной характер и превосходить соперника по численности. Если вам точно известно, сколько хэффбэков выставит на игру соперник, то ставьте в центре минимум на одного футболиста больше. Моя рекомендация – выставлять всегда, независимо от соперника, пять футболистов. Третий принцип. В нападении всегда должно быть два футболиста. Они должны оставаться в центре даже тогда, когда вашу команду намертво прижали к своей штрафной площадке. Ну, конечно, если вы рассчитываете на какой-то результат, если вы рассчитываете на победу. Если вы не рассчитываете на победу, то можете никого не обставлять в центре. Более того, можете вообще не выходить на игру. Вам просто засчитают техническое поражение и все. Если будете придерживаться предложенных принципов, избежите неприятных неожиданностей на старте матча. По идее, рисунок амплуальной стойки команды по ходу игры должен меняться в зависимости от ее сценария. Но дай бог, чтобы тренеры научились правильно расставлять игроков на старте игры. А амплуальная вариативность команды это пока из области фантастики, к сожалению. У меня все, господа.